Новости сейчас вашему вниманию. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. Касамжумар Тукаев наградил посмертно погибших в стрельбе в Алматы полицейских и судебного исполнителя. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденом Айбин второй степени награждены участковые инспекторы Нурбол Байгазиев и Дархан Сулеев. А судоисполнитель Мурат Абенов награжден посмертно медалью Ерлегышин. 54 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии за сутки. Это данные за 25 сентября, который приводит Минздрав страны. Почти 64,5 тысяч казахстанцев получают лечение от инфекции в госпиталях. Из них в крайне тяжелом состоянии 230 пациентов, 138 подключены к аппарату ИВЛ. И между тем, за минувшие сутки в республике зарегистрировано всего 2324 случая инфицирования. Это на 213 человек меньше, чем днем ранее. Больше всего положительных ПЦР-тестов зафиксировано в Алматы. 510 случаев. В Алматинской области 262 и, соответственно, в Карагандинском регионе 261 факт. Новую методику лечения рака печени внедряет молодой врач-онколог в областной многопрофильной клинике города Талдыкургана, что в Алматинской области. Она заключается в закупорке сосудов, ведущих к опухоли, с одновременным введением в нее химиотерапевтических веществ. Раньше за такой операцией пациентам нужно было ехать в крупные мегаполисы страны или за рубеж. Сейчас же они доступны в местной больнице. У Азизы Ердуали врачи диагностировали гипотоцеллюлярную карциному зимой этого года. Первую операцию по трансартериальной химиоэмболизации она прошла в Шемкенте. После нее было очень сложно реабилитироваться, говорит она. Теперь этот метод внедрен и в Талдыкургане. Есть возможность получить необходимую терапию по месту жительства. После этих операций у меня самочувствие улучшилось. Показатели все хорошие. МРТ у нас под наблюдением все. Показывает, что стабилизация процесса. Я сейчас себя хорошо чувствую. Я вернулась на работу, на ближнюю жизнь. И нашим врачам большой поклон. Молодой онколог Командир Омирбаев стал первым, кто применил метод трансартериальной химиоэмболизации в областном онкологическом диспансере. Он участвовал в мастер-классе, организованном в апреле ведущими отечественными учеными. Благодаря полученному опыту провел операции уже восьми пациентам. В нынешнем сентябре молодой ученый принял участие в международном форуме, посвященном лечению рака печени. Тогда казахстанские врачи заняли в нем второе место после россиян. Они доказали, что комбинированное лечение больных с тяжелыми формами рака печени на поздних стадиях с применением этого метода дает положительный эффект. Первый опыт это у нас в Казахстане. В конкурсе доказали, что пациенты, которые с четвертой стадии, можно сделать химиоэмболизацию плюс таргетную терапию. Общая выживаемость составила трехкодичную выживаемость. И есть пациенты, которые живут больше, чем трех лет. Это улучшит качество жизни пациентов наших. Сейчас молодые ученые внедряют новую практику не только в лечении рака печени, но и селезенки. Он уверен, что новый опыт обеспечит положительный эффект в борьбе с онкологией. Авхабар, 24, Алматинская область. Центробанк Китая ввел полный запрет на все криптовалютные транзакции в стране. Как сообщили в регуляторе, отныне сделки с использованием биткоина и других цифровых активов классифицируются как незаконная финансовая деятельность. В Пекине заявили, что будут решительно бороться с соответствующими противозаконными действиями. Отмечу, что после заявления Народного банка Китая цена биткоина за час обрушилась более чем на 3 тысячи долларов. Также снизились котировки и некоторых криптокомпаний. 91-летняя жительница Великобритании, первая в мире получившая вакцину Pfizer, вне клинических испытаний прошла ревакцинацию. Третью дозу, как и две предыдущие, Маргарет Киннон получила в университетской клинике Ковентри. Вместе с пожилой британкой бустерную прививку сделали и медсестре, вводившей самый первый укол в декабре прошлого года. Дополнительную дозу могут получить жители старше 50 лет, а также медработники и британцы, страдающие хроническими заболеваниями. Всего почти 45 миллионов граждан Соединенного Королевства полностью вакцинированы против коронавируса. Я действительно думаю, что после того, как я получила прививку, я начала чувствовать себя по-другому. И я очень счастлива от того, что таким образом я могу помочь себе и другим людям. В 80 странах мира проходят демонстрации в защиту климата. Не исключение и Германия. Многотысячные акции состоялись в 350 городах. Участники требуют от политиков сделать страну климатически нейтральной. Каких еще изменений требуют экоактивисты, расскажет Шолпанна Иманбаева. За два дня до выборов в Бундестаг экоактивисты объявили глобальную демонстрацию. Чтобы напомнить политикам о проблеме изменения климата, они собрались прямо у здания парламента. По предварительным данным, в акции участвуют более 20 тысяч человек. Среди участников – школьники и студенты, а также их родители, учителя и просто берлинцы, которым не безразлично будущее планеты. С плакатами и транспарантами они призывали немедленно изменить климатическую политику Германии. Экоактивисты требовали полностью отказаться от использования каменного угля и активнее переходить на альтернативные источники энергии. Волнует немцев и большое количество автомобилей на дорогах, которые загрязняют воздух выхлопными газами. Вместо них защитники климата предлагают сделать общественный транспорт бесплатным. Поддержать берлинцев в этот раз приехала Грета Тунберг, 18-летняя экоактивистка из Швеции, которая и основала это движение. Мы приехали на акцию в Берлин из небольшого села. Я здесь, потому что я переживаю за будущее своих детей. Защита климата – это очень важная тема. Я выступаю за переход на возобновляемые источники энергии. И я абсолютно не против платить за электроэнергию больше. Мы боремся за то, чтобы политики приняли меры против климатического кризиса. Нам необходима новая транспортная политика, ведь нам не нужно столько машин на дорогах. Также мы хотим принятие новой энергетической политики, чтобы Германия как можно быстрее отказалась от угля. Экоактивисты намерены демонстрировать целый день в планах пройти по центральным улицам Берлина. Участники акции надеются, что их требования будут услышаны. И депутаты нового созыва сделают все, чтобы остановить глобальное потепление. Шоупанна Иманбаева, Милослав Лавиновский, Хабар, 24, Германия. Обеспечение прав детей в нашей стране и Бельгии стали темой встречи и переговоров делегации во главе с уполномоченным по правам ребенка в Казахстане, Аружан Саин, в Брюсселе. Целью ознакомительной поездки стало изучение работы Института уполномоченного по правам ребенка в Королевстве. Бельгийцы поделились опытом системы оказания услуг в образовательном, медицинском, педагогическом и социальном сопровождении детей с особыми потребностями. Члены делегации встретились с председателем Национальной комиссии по правам детей в Бельгии, генеральным представителем по правам детей в Аллоне и Брюсселе, а также посетили ряд специализированных учреждений. Видно, что государство много внимания уделяет вопросам защиты прав детей. И очень развита коммуникация такая между и государственными органами, и гражданами, и неправительственными организациями. То есть в сферу защиты прав детей вовлечено все общество. Государство бюджетные деньги, направленные на обеспечение условий, на организацию жизни, улучшение их качества, на реабилитацию, на образование, направляют через неправительственные организации. То есть они не создают систему государственных учреждений, они это реализуют через общественные институты. В нашей работе у нас с коллегой из Казахстана одни и те же цели и задачи. Защищать права детей – это наш приоритет. Мы обсудили большой круг вопросов и обменялись информацией по проектам по своевременному предупреждению детских болезней и осложнениям по инвалидности. Наше общее мнение, что это намного лучше, дешевле и эффективнее для здоровья детей с ограниченными возможностями. Во время встречи и переговоров в Брюсселе детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин рассказал о том, как работа проводится в стране в сфере защиты прав детей. Бельгийскую сторону заинтересовал опыт репатриации казахстанцев и членов их семей из зон боевых действий в Сирии и Ираке. У нас было две операции – Жусан и Русофа. Мы вернули порядка 800 граждан, из них больше 500 – это дети из Ирака и из Сирии. Бельгия пока вернула всего порядка 10-15 детей. Поэтому здесь тоже может быть обмен опытом. Но уже с нашей стороны мы можем рассказать о том, как у нас проходил процесс уже после возврата, реинтеграции, дерокализации, как живут наши женщины со своими детьми сегодня. Это, конечно, для всего мира очень интересная история, которую мы, как Казахстан, активно через Министерство иностранных дел на разных международных площадках продвигаем как положительный опыт. Малый Курултай Казахов, посвященный 30-летию независимости Казахстана, прошел в турецком Стамбуле. В нем участвовали сотни представителей казахских общин из Турции и стран Европы, а также представители казахстанских учреждений культуры и вузов. Ежегодное мероприятие – уже теплая традиция, объединяющая народ. Малый Курултай Казахов в этом году прошел в Стамбуле. В турецком мегаполисе собрались выше 300 представителей казахской диаспоры из самых разных уголков планеты. Трехдневная встреча началась с открытия парка в честь семикратного чемпиона мира и основателя турецкой и отечественной школ по тэквонду Мустафы Остюрка. Всемирная ассоциация казахов и фонд «Отандастар» презентовали новые проекты и возможности для кандасов в Казахстане. Курултай позволит по-новому взглянуть и обогатить национальную историю, культуру и традиции казахского народа, считают организаторы. Ельбасы – наш первый президент, председатель всемирного сообщества казахов. Поручил провести в этом году малый Курултай в священном Стамбуле. Ведь в этом году собрание особенное, посвященное 30-летию независимости Казахстана. Напомню, именно Турция самая первая признала суверенитет Казахстана и поддержала нас. Мы – братские народы, наши языки и традиции очень схожи. На заседании кандасы подняли много вопросов, которые волнуют казахскую диаспору за рубежом. Состоялся продуктивный обмен мнениями по продвижению казахской культуры и языка. Участники пришли к единому мнению, что для этого важно работать сообща. Главная цель Курултаев – объединение братьев и сестер, проживающих за рубежом. Обсуждение проблемных вопросов – организация мер поддержки. Ведь мы сильнее, когда работаем вместе. В рамках Курултая представители казахстанских вузов организовали выставку образования, на которой подробно рассказали о государственных и университетских квотах для иностранной молодежи. По доброй традиции на Курултае приняли своего рода послание кандасов, посвященное 30-летию независимости Казахстана. А часть участников получили нагрудные знаки Всемирной ассоциации казахов. Цикл мероприятий завершился галоконцертом академического оркестра имени Таттембета. Казахстанские артисты подарили незабываемый вечер песен для соотечественников, проживающих за рубежом. Вероника Боярова, Осема Марова, Мюрвер Ханагат, Хабар-24, Турция. Казахстанские артисты Камча для казаха не просто плеть. Это символ власти, оружия и защиты от нечистой силы. И если раньше в мастерской у Кенеса Айбкалиева работа кипела круглые сутки, то с годами спрос заметно упал. Однако творить и соседать ремесленник не перестал. Сейчас уникальному делу обучает молодых последователей. Плетем камчу из восьми полос. Получается четырехгранная прядь. Именно этот вариант считается классическим и самым простым способом. По этой схеме и учу детей. В нашем регионе популярна камча из восьми, двенадцати и шестнадцати полос, которые состоят из тридцати двух прядей. Она требует огромных усилий, но выглядит эффектно. Настоящее произведение искусства требует особых навыков. Чтобы изготовить качественную камчу, необходимо обработать кожу и вырезать полосы нужных размеров. Красивый вид изделию придает разнообразное – плетение и украшение. Одни могут превратить предмет в оружие, другие – в гордость. Создает мастер и другие шедевры – конную амуницию. В основе любого седла лежит прочный каркас. Я, к примеру, для его изготовления использую определенный кусочек дерева. Важный этап – обработка. Надо высушить и склеить. Если технологию не соблюдать, изделие получится некачественным. Полученную заготовку обрабатываю и натягиваю в верблюжью кожу. Такое седло прослужит долго. Ремесло, которым занимается Кенес Айбкалиев, – одно из редких и сложных. Мастер посвятил этому делу всю свою жизнь. Теперь, говорит, важно, чтобы его продолжили другие. Райхан Тажбаева, Арстамбек Кенже, Амантая Матенов, Тимарлан Султангазиев, Атрауская область, Хабар-24. Пока на этом все. Спасибо за внимание. Для вас работала Лаура Жакупова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!